Когда-то мы тоже с вами в эфире говорили о том, что вы говорите, что основная проблема для того, чтобы что-то изменилось в Российской Федерации, нужно бороться именно с путинским режимом. А как вы считаете, почему этого не делается? Какая здесь основная причина с вашей точки зрения? И кто бы такую, в принципе, мог, возможно, сделку предложить? И кому? Я не очень понимаю, что такое сделка в данном случае. Кто это может предложить? Я просто сам вопрос не понимаю, что такое сделка. Что касается, почему не борются, ну, прежде всего, потому что, так сказать, вообще практики какого-то свержения тоталитарных фашистских режимов изнутри просто не существует. Просто нет такой практики. Вообще степень подавления, степень репрессии любого сопротивления в такого типа режимах настолько велика, что никакого шанса изнутри свергнуть этот режим просто не существует. Ну, просто на подавление любого сопротивления работает армия, которая по своему боевому потенциалу равна или даже превосходит то аккаунтной армии, которая сейчас воюет против Украины. То есть Росгвардия плюс ФСБ плюс ФСО плюс полиция – это гигантская армия, тяжело вооруженная, и любое сопротивление, она просто уничтожена. Так что, ну, точно так же, как попытка изнутри что-то сделать со Сталинским ССР или попытка изнутри что-то сделать с Третьим Рейхом, они были невозможны. Поэтому говорить о каком-то сопротивлении, да, ну, есть, попытки какие-то что-то сделать есть, но люди, которые это делают, оказываются в тюрьме или на том свете. И когда говорю о сделке, вот я имею в виду, что, Игорь Александрович, возможно, но вот страны Запад, не знаю, могут ли предложить кому-нибудь из окружения Путина пойти на такого рода сделку, чтобы свергнуть, собственно, весь этот режим Путина и изменить внутри ситуацию? Ну, понятно. Я думаю, что это на сегодняшний момент утопия. То есть, понимаете, опять-таки, речь идет об окружении Путина, речь идет о верхушке. На протяжении 20 с лишним лет, почти 25 лет, была тотальная зачистка. На самом деле, все люди, которые теоретически могли бы быть партнерами Запада по такой сделке, они либо уничтожены, либо, так сказать, зачищены. И никого в окружении Путина из тех людей, которые могли бы реально, обладали бы мужеством, обладали бы субъектностью элементарной, там нет. То есть, зачищается все. То есть, ну, те военачальники, генералы, которые способны были бы на какого-то рода такую субъектность, там, типа Лебеди или типа Рохлина, они были убиты. Какие-то политики, которые тоже способны были бы на какие-то серьезные поступки самостоятельные, они на дальних подступах были либо убиты, либо, так сказать, посажены в тюрьму, либо просто выброшены из власти и на сегодняшний момент находятся в эмиграции. Поэтому никаких таких шансов нет, конечно. Это все утопия. Ничего такого не произойдет. Ни какого-то восстания народа, ни какой-то сделки по договоренности с Западом. Это все варианты совершенно утопические. Скажите, пожалуйста, а тогда вы говорите, что вариантов внутри, да, ситуацию расшатать не получится, а извне, вот имеется в виду? А извне речь идет о том, что тоталитарные фашистские режимы, они рушатся в результате тяжелого военного поражения, и либо капитуляция, либо, так сказать, в результате этого может произойти что-то наподобие военного переворота. Вот это более-менее реальный сценарий, который может произойти при определенных обстоятельствах. Вот это реально. То есть извне они рушатся. И только извне они уничтожаются. А военный переворот, когда мы говорим в нем, должны же быть какие-то для этого предпосылки, что-то должно стать тогда для этого толчком и исполнителем. Да, безусловно, безусловно. Для военного переворота нужно прежде всего тяжелое военное поражение. Именно тогда у какой-то части военных появится, так сказать, мотив для того, чтобы совершить какое-то движение. Совершить что-то похожее на то, что совершил Пригожин. То есть, потому что... Но для этого нужно, чтобы путинская армия потерпела серьезное поражение, для того, чтобы в головах каких-то военачальников возникла мысль о том, что, ну, действительно, там, ну, например, биоккупация Крыма может стать таким стимулом. И, так сказать, результатом такой серьезной потери может действительно стать серьезное потрясение в головах, в представлении о том, что происходит значительная часть населения. И это может стать причиной того, что какая-то часть армии может выступить с чем-то похожим на марш справедливости Пригожина. Но уже с гораздо более серьезными намерениями, с намерениями что-то изменить в Кремле. Игорь Александрович, а если говорить в принципе, вот с Вашей точки зрения, что может заставить Путина вывезти войска с территории Украины? Медседово. Ничего. Абсолютно ничего. Такая опция не существует. Заставить может только одно – тяжелое военное поражение. Путина невозможно заставить вывезти войска. Путина можно заставить просто давлением, поражением, серьезным военным поражением в условиях, когда войска не выводятся, а войска вытесняются. То есть это совсем другой процесс. Добровольно Путин ничего не сдаст. И никакие переговоры с Путиным невозможны, они все бесполезны. А деоккупация Крыма? Вот как толчок? Вот я об этом и говорю. Деоккупация Крыма – это серьезная возможность. Во-первых, насколько я понимаю, я не военный эксперт, но по крайней мере разговоры со всеми военными экспертами показывают, что деоккупация Крыма возможна. И это реальная перспектива. И если это произойдет, это действительно может стать катализатором для серьезных потрясений. Ну, просто потому, что степень сакрализации Крыма за весь предыдущий период, то отношение, которое сформировано к Крыму, то есть что это вообще какая-то сакральная ценность, что это чуть ли не главное российская святыня. И вот это, если Крым, который был вроде как наш, а теперь стал не наш, то возникает, а кто это все устроил и зачем это устроили? И вот здесь это может быть действительно детонатором при определенных, опять-таки, условиях. Здесь, конечно, и роль личности имеет значение, потому что в конечном итоге в такие моменты проявляются люди, которые способны на какие-то поступки. Ну, в армии вполне возможно такие люди есть. Но это, опять-таки, все проявится в результате реального стечения вот таких вот обстоятельств. Прежде всего, действительно, серьезное поражение России для оккупации Крыма. Пока сейчас, из сегодняшнего дня, вот из сегодняшнего нашего наблюдения, ничего похожего не просматривается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова